Популярность безналичных платежей растет. Банковские карты прочно вошли в нашу жизнь и жизнь преступников. Прямых краж становится меньше, а вот выуживание денег в киберпространстве все больше. Как уберечься от мошенников, рассказали в Ивановском отделении Центробанка. Статистика такова. В 97% случаев хищения денег со счетов клиентов виноваты сами держатели карт. Они наивно сообщают конфиденциальные сведения злоумышленникам. Вам для того, чтобы зачислить деньги на ваш банковский счет, к которому привязана банковская карта, достаточно знать только номер банковской карты. То есть вот 4 блока по 4 цифры, которые расположены на лицевой стороне карточки. Никакой информации, срок действия карты, фамилии, имя, отчество владельца карты, СВВ-код расположен на противоположной стороне, не нужен для того, чтобы на вашу карту были зачислены деньги. Если же вы продиктуете всю информацию, которая на карте нанесена, включая секретный код с оборотной стороны, то это нужен мошенникам для того, чтобы списать ваши деньги, а не зачислить их вам. В этом году в арсенале злоумышленников появился новый способ обмана. Они подменяют телефонный номер на идентичные номерам колл-центров кредитных организаций. Затем выдают себя за сотрудников служб безопасности. И под видом блокировки после подозрительной транзакции похищают деньги. Осторожным нужно быть и в отношении нелегалов на финансовом рынке. Прежде чем взять денег или оформить вклад, нужно проверить необходимые данные на сайте Банка России. Узнать, есть ли лицензия у банка кредитно-потребительского кооператива или микрофинансовой организации. На те или иные операции. А что должно насторожить? Это обещание высокой доходности, в несколько раз, как правило, превышающий текущий рыночный уровень. Далее, это обещание гарантированного дохода, что запрещено, например, на рынке ценных бумаг. Далее, это массированная жесткая реклама в средствах массовой информации в интернете с обещанием, опять же, высокой доходности. Далее, это, как правило, отсутствие информации об учредителях, об учредительных документах. Это непрозрачная структура активов. Это отсутствие отчетности. Сотрудники Центробанка отчитываются. Вредоносных и мошеннических сайтов становится меньше. Одно из подразделений Банка России имеет право их находить и блокировать, чтобы люди не попадались. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.